В рамках выставки MWC компания Vivo официально представила модели V27 и V27 Pro. Давайте рассмотрим обе новинки на примере Pro-версии. Подписывайтесь на канал, поехали! Новинки базируются на атнокристальных системах Mediatek. Старшая модель получила Dimensity 8200, младшая Dimensity 7200. Обе 4-нанометровые и с одинаковым GPU Mali-G610. Но частоты у Pro-версии повыше, 3.1 ГГц против 2.8. Экраны с панелью AMOLED, диагональю 6,78 дюйма, разрешение Full HD+, и кадровой частотой 120 Гц. Фронтальная камера далеко не самая стандартная, с 50-мегапиксельным сенсором и автофокусом. Разработчики снабдили ее рядом программных технологий, которые должны улучшить качество селфи во время съемки с недостаточным количеством света. Основная камера с тремя датчиками, 50-мегапиксельная Sony IMX 766V, остальные на 8 и на 2 мегапикселя. Тут есть система оптической стабилизации изображения, в основном модули, а характерная внешняя особенность – кольцевая вспышка. Телефоны работают под управлением Android 13 с интерфейсом FunTouch OS 13. Есть модем 5G, Bluetooth 5.3. Емкость аккумулятора составляет 4600 мАч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 66 Вт. Масса смартфона 182 грамма. Vivo V27 Pro предлагает три конфигурации памяти. На 8128, 8256 или 12256 ГБ. Стоимость новинок стартует с отметки 460 долларов. У Vivo V27 две конфигурации – 8256 и 12256. Минимальная стоимость – 400 долларов. Напишите в комментариях, как вам новинки, как относитесь к компании Vivo. Спасибо за лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу в Telegram, где я публикую самые выгодные цены на технику и не только. Впереди много интересных новостей и обзоров. До завтра! Субтитры сделал DimaTorzok